Антология чтений Слов Всемогущего Бога Антология чтений Слов Всемогущего Бога Они способны лучше видеть мудрость и всемогущество Бога и понимать принципы Его труда на земле На самом деле Бог приходит на землю, чтобы совершить свой труд, входя в соприкосновение с людьми, с тем, чтобы они могли более отчетливо осознать Его деяния На сегодняшний день вам, входящим в данную группу, посчастливилось служить практическому Богу Для вас это неизмеримое благословение По сути, это Бог возвышает вас При выборе человека для служения Ему Бог неизменно придерживается своих собственных принципов Служение Богу вовсе не является всего лишь вопросом вдохновения, как это представляют себе люди В наши дни вы видите, что кто бы ни служил Богу пред Его лицом Он делает это при помощи Божьего водительства и работы Святого Духа Это люди, стремящиеся к истине Таковы минимальные потребности, которые должны быть у всех, кто служит Богу Служение Богу – задача непростая Те, чей растленный характер остается неизменным, никоим образом не могут служить Богу Если твой характер не подвергся суду и обличению Словом Божьим В таком случае твой характер пока еще выступает от имени сатаны Это достаточное доказательство того, что твое служение Богу Абсолютно не соответствует твоим собственным благим намерениям Это служение, которое опирается на твою сатанинскую натуру Ты служишь Богу при помощи своего врожденного характера И в соответствии со своими личными предпочтениями Вдобавок к этому ты продолжаешь считать, что Бог наслаждается всем, что ты желаешь делать И ненавидит все то, чем ты не желаешь заниматься И в своей работе ты всецело руководствуешься своими личными предпочтениями Разве можно это назвать служением Богу? В конечном счете характер твоей жизни ни на йоту не изменится Скорее всего, ты станешь еще более упрямым в связи с тем, что ты служил Богу И это приведет к тому, что твой растленный характер прочно укоренится В результате этого ты внутренне разработаешь правила О служении Богу, в основе которых будут прежде всего твой собственный характер и опыт Полученный в результате твоего служения сообразно твоему собственному характеру Это поучительный момент из человеческой практики Это мировоззрение человека Подобные люди относятся к фарисеям и религиозным деятелям Если они так и не пробудятся и не покаются В таком случае они, в конечном счете, превратятся в лжехристов Которые появятся в эпоху последних дней И будут теми, кто обманывает людей Именно среди подобных людей возникнут лжехристы и мошенники, о которых шла речь Если те, кто служит Богу, руководствуются своим характером И действуют согласно своей собственной воле В таком случае они рискуют тем, что их в любой момент изгонят Те, кто используют свой многолетний опыт для служения Богу С целью покорить сердца других людей С целью чтения им нравоучений А также, чтобы командовать ими и держаться свысока Те, кто вообще не кается, никогда не признается в своих грехах Кто никогда не отказывается от преимуществ положения Все эти люди падут ниц перед Богом Это люди того же типа, что и Павел Кичащиеся своим старшинством и бравирующие своими должностями Бог не приведет подобных людей к совершенству Подобное служение препятствует Божьему труду Люди любят цепляться за старое Они цепляются за представление прошлого За вещи из прошлого Это огромное препятствие для их служения Если ты не в состоянии избавиться от таких вещей Они затормозят всю твою жизнь Бог нисколько не похвалит тебя Даже если ты сломаешь обе ноги в процессе бега Или сломаешь себе шею от усилий Даже если ты был предан мученической смерти В процессе своего служения Богу Совсем напротив, Он скажет, что ты нечестивец Если говорить о дне сегодняшнем Бог, строго говоря, усовершенствует тех У кого нет религиозных представлений Кто готов отвергнуть самого себя прежнего Кто простосердечно оказывает послушание Богу И Он усовершенствует тех Кто жаждет Слова Божьего Такие люди должны подняться и служить Богу В Боге есть бесконечное изобилие И беспредельная мудрость Его поразительный труд и драгоценные слова Ожидают, чтобы еще большее число людей Насладились ими На данном этапе Тем, кто полон религиозных представлений Тем, кто присваивает себе старшинство И тем, кто не может отречься от себя Тяжело согласиться с такими новыми вещами Не может быть и речи о том Чтобы Святой Дух усовершенствовал таких людей Если человек не решается оказать послушание И не жаждет Слова Божьего В таком случае подобные люди Будут не в состоянии воспринять эти новые вещи Они будут попросту становиться Все более и более непокорными Все более хитроумными И окажутся на неверном пути В общем, в процессе совершения своего труда Бог создаст больше людей Тех, кто искренне любит его И может признать Новый Свет Он полностью сократит религиозных деятелей Которые слишком злоупотребляют своим старшинством Что же до тех, кто упрямо сопротивляется Никто из них Богу не нужен Неужели ты хочешь быть одним из этих людей? Совершаешь ли ты служение В соответствии со своими собственными предпочтениями Или же ты делаешь то, что требует Бог? Это то, что ты и сам должен различать Являешься ли ты одним из религиозных деятелей Или же ты новорожденный младенец Которого совершенствует Бог? Какая часть твоего служения Одобряется Святым Духом? И какую его часть Бог не удосужится даже упомянуть? Насколько изменилась твоя жизнь После многих лет служения? Имеешь ли ты обо всем этом ясное представление? Если у тебя истинная вера В таком случае ты откажешься от своих прежних религиозных взглядов Доставшихся тебе от прошлого И предпочтешь служить Богу по-новому В общем, еще не поздно поработать Старые религиозные взгляды Задушат жизнь человека Тот опыт, который приобретает человек Уведет людей от Бога С той целью, чтобы они поступали по-своему Если ты не пресекаешь такие вещи Они станут камнем преткновения Для роста твоей жизни Бог неизменно совершенствовал тех Кто служит Ему Он с легким сердцем Таких людей не отвергает Если ты искренне принимаешь суд И обличие Слова Божьего Если ты можешь отказаться От своих прежних религиозных практик и правил Если можешь прекратить Применять прежние религиозные взгляды В качестве мерила сегодняшнего Слова Божьего Только тогда у тебя будет будущее Но если ты цепляешься за старое Если ты все еще высоко ценишь это старое В таком случае тебя спасти Совершенно невозможно Бог не обращает внимания На подобных людей Если ты на самом деле хочешь Чтобы тебя усовершенствовали В таком случае Ты должен решиться на то Чтобы полностью отказаться От всего Что было в прошлом Даже если то, что было сделано в прошлом Было правильным Даже если это был труд Божий Ты все же должен оказаться в состоянии Это отвергнуть И перестать за это цепляться Даже если вне всякого сомнения Это был труд Святого Духа Совершенный непосредственно Святым Духом Сегодня ты должен отвергнуть его Ты не должен его придерживаться Это то, что требует Бог Все должно обновиться В Божьем труде и Слове Божьем Он не упоминает о тех старых вещах Что были представлены ранее И не углубляется в древнюю историю Бог — это Бог, который неизменно новый И ни в коем случае не древний Он не цепляется даже за свои собственные слова Сказанные в прошлом Исходя из чего Совершенно очевидно Что Бог не следует никаким законам И в таком случае Если ты, будучи человеком Постоянно цепляешься за то, что было в прошлом Отказываясь освободиться от этого И строго, по шаблону Применяешь все это В то время как Бог уже не работает теми способами Как Он это делал раньше В таком случае Разве не являются твои слова и действия деструктивными? Разве не стал ты в таком случае врагом Бога? Готов ли ты позволить, чтобы твоя жизнь разрушилась И оказалась погубленной из-за этого старья? Это старье превратит тебя в человека, который препятствует Божьему труду Неужели ты хочешь быть человеком такого сорта? Если на самом деле ты этого не хочешь Тогда живо прекрати делать то, что ты делаешь И изменись к лучшему Начни все заново Твое служение в прошлом Бог в памяти не хранит Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok